Всем привет! Это видео в продолжении предыдущего о пустых баночках. И сейчас я вам покажу все продукты, которые были у меня в пробниках или в каких-то мини-версиях, в сетах. Итак, первое, что покажу, это вот такой вот пилинг от компании Tony Moly. Я уже о нем рассказывала в своих предыдущих видео. У меня таких пилингов было три. И я использовала два из них весной этого года. Началось с того, что я сделала вот эти носочки, одела носочки. Выглядят вот эти носочки для пилинга вот так. Прилагаются такие вот наклеечки, при помощи которых вы можете зафиксировать этот носочек на ногах. Я сверху одевала еще тапочки. Ну и, в общем-то, первый раз я сидела, просто работала за компьютером полтора часа, как написано здесь. Но спустя 4-5 дней у меня, конечно, началось шелушение на ногах, но не так, как рассказывалось и показывалось на картинках. Вообще, видела я на ютубе, да, на сайтах. Меня это насторожило. Я начала искать информацию и увидела, услышала одной девчонке, что она говорит, надо не просто сидеть и делать какую-то работу или лежать на диване, смотреть телевизор, а нужно ходить в них для того, чтобы кожа, как губка, впитывала, значит, вот эту кислоту. Я тут же открыла второй пакет, одела вот эти вот носочки. Тут, кстати говоря, связаешь верхний запаянный слой, и в нем находится вот эта вот кислота, жидкость, которая, в общем-то, и пропитывается, впитывается в кожу, потом ее отшелушивает. И уже где-то полтора часа ходила в них, ходила именно так, как девчонка сказала. Я после пяти дней начала облазить просто как змея. Действительно, сильно облазили ножки, под ним была вот такая вот розовенькая кожица, как пяточки у младенца, все так, как заявлено. Ну и, в общем-то, помни это. В этот раз, значит, я одела носочки и ходила в них аж, наверное, часа два-два с половиной. Именно ходила по дому, делала домашнюю работу. И как бы через 4-5 дней, в течение недели, даже больше, у меня как-то не очень облазили ноги. А когда начали облазить, то как-то вот так вот больше шелушения мне жили, прямо кожица слезала. И из чего я могу сделать вывод? Наверное, вот эти все-таки носочки, они не такие сильные, как вот бывают. И я в этот раз попробовала заказать на часы Бэй китайские носочки. Принцип один и тот же, но они там стоят, условно говоря, по 70 рублей. Посмотрим, они у меня еще в пути, только идут. Как я их попробую, я намерена все-таки попробовать, потому что я не так хорошо очистила кожу ног, то есть омертвевшую сняла, как хотелось бы, как было в прошлый раз, поэтому буду продолжать попытки. Вот такая история с этим пилингом, поэтому не знаю, вот у меня какое-то смутное сомнение. Он, конечно, действует. Это не тот продукт, который не дает ничего. Он действует, но, видимо, не так, как хотелось мне. Еще один продукт, который у меня закончился, это вот у меня тут только две упаковочки, а вообще их больше, это упаковки из спонжей коньяку. Я их беру у одного и того же продавца на ebay, буквально практически за доллар, хотя их цена там доходит до 200, до 300 рублей за штучку от разных производителей. Меня вполне они устраивают, они приходят такими тверденькими, замечательно размачиваются, хватает мне где-то на месяц. Говорят, что можно до двух месяцев, но я дальше, они уже начинают менять свои свойства. Он такой более черстый становится, я поэтому его почаще меняю. И у меня их, как правило, в запаснике лежат еще штучки 2-3, а то и больше. В последний раз вот мне пришло 5 штук, 5 еще идут. Как правило, они у меня лежат, и еще я их и раздариваю половину. В общем-то, очень-очень полезная вещь, всем советую. Еще что у меня закончилось, это вот такая вот масочка. У меня их тоже очень много и было, и есть еще, впрок лежит. То есть это обычно увлажняющая масочка, когда хочется напитать лицо, подготовить его. Ну, допустим, к какому-то событию ответственному. Вот, эта маска для этого. Каких-то чудес там она не творит, чтобы там морщины разгладились и так далее. Но напитывает лицо хорошо. Как бы тургор, такое прям подтянутое лицо, замечательно. Вот классные маски, правда. Хотя стоят они вообще в районе полдоллара в свое время я покупала. Сейчас, конечно, доллар скаканул, и вопрос, сколько она будет стоить. Еще закончился вот такой пробник, который приходил, по-моему, к какому-то гелю для душа. Вот такой вот мужской вариант Палмалев, снежная лавина Менту. Понравился гель для душ, хватило его на пару раз. У него такой именно очевидный мужской запах, яркий, но, надо сказать, очень приятно. Я люблю мужские ароматы, и Ментол в нем тоже содержится, так как вот такой вот приятный холодок. Такой же, как мне сказал муж. Так, еще один пробник тоже шел, по-моему, как-то к мылу или какому-то средству. Тоже, как такая пробная версия жидкого мыла для интимной гигиены от Палмалиев. Ну, тоже такой вот, ну, неплохой, как жидкое мыло. Мне оно не показалось каким-то таким вот особо мягким, особо каким-то заботливым, ухаживающим. Мне очень нравится лактоцит, который я беру уже не первый раз. Ну, в общем-то, я больше склоняюсь к лактоциту, чем вот к таким сильно парфюмированным средствам. А оно именно сильно парфюмированное. Также закончилась у меня очередной вот такой вот упаковочкой патчей под глаза. Это, по-моему, китайский производитель. Если я не ошибаюсь, ну, заказывала я их, по-моему, с Алиэкспресс. Сейчас они мне идут с Эбэя. Не знаю, я ими довольна. Хотя я первое время с опаской тоже брала я их по отзывам. И сама бы, наверное, не решилась просто так их взять. Но девчонки советуют, что хорошие патчи. И, честно говоря, я их полностью поддерживаю. Они представляют собой такие гелевые, немножко похожие на медузу, патчи, которые вы накладываете под глаза. Я их накладываю минут на 40-45. Как правило, я это делаю, накладываю патчи. Потом накладываю сверху еще масочку такую увлажняющую. И лежу и релаксирую. Так как все-таки они требуют горизонтального положения тела, скажем так. И я их держу 40-45 минут для того, чтобы вот эта вот жидкая фракция из геля вышла, впиталась в кожу. А гель, между тем, вот этот патч, он немножко как высыхает. Он становится более тонким. И вот как раз вот до того момента вы его и держите на глазах. Но, как бы хочу оговориться, не делайте, пожалуйста, эти патчи непосредственно перед сном, так как это грозит вам отечностью, отеками под глазами. То есть как-то заранее, либо днем, либо там хотя бы за часик-за два до сна. В общем-то, имейте это в виду. Но патчи хорошие и стоят не очень дорого. Закончился у меня вот такой вот пробник от компании Le Rouge Givenchy. Это в каком-то журнале у меня был, значит, пробник вот такой вот помады. У меня второй лежит, как вы видите, помада красная. Нет, наверное, не видите. Ну, вот немножечко видите. То есть она даже, скажем, цвета такого смеси лосося. Ну, как-то лососево-розово, что ли, вот такой вот. То есть он не очевидно красный. Ну, в общем-то, вот видно его. Хотя здесь он выглядит как-то более красным. Мне кажется, он более розово-лососево какой-то. Такой вот пробничек. Закончил. У меня, кстати, второй такой лежит. Вот. Никак я его не добью. Так. Еще закончились у меня тоже в коробочке красоты. Приходила в гламбоксе, по-моему, вот такой вот семидневный курс. Double Serum от Clorins. Он шел в такой, как бы, проспектике, да, наклеенный на клей. И вот, как бы, семь дней подряд вы используете вот это вот средство. Оно двухфазное. Значит, вот такой пробничек. Вы его разламываете. И из него, вот здесь вот две дырочки, из него из одной фракции выходит такой, как серум. А с другой масло имеет такой цвет, какой-то розоватый. Смешивайте эти две субстанции, наносите на лицо. Использовала семь дней. Каких-то вот высыпаний, раздражений, неприятных каких-то реакций не вызвало. Поэтому не могу сказать ничего там отрицательного про это средство. Но и чтобы так почувствовать результат, по-моему, здесь даже антиэйдж есть какой-то вот эффект. Но чтобы почувствовать прям результат, я не могу, что у меня прям кожа прям омолодилась, или что-то там, морщины разгладились, нет. Тоже этого нет, но за семь дней, наверное, это просто нереально прочувствовать. Это что же должно быть за средство, чтобы за семь дней оно вам исправило все то, что вы копили долгие годы. Еще что я попробовала, это вот такие вот масочки от компании Tude House. Я уже как-то показывала такую маску Carrot, морковную. Она более плотная, питательная, она на основе, на кремовой основе. Это масочка на гелевой основе. Сейчас я вам покажу внутри, какая она. Вот такая есть ощущение, что прям именно растолченные водоросли внутри. Она именно увлажняющая, то есть от нее не ждите каких-то там лифтинг-эффектов, что она просто увлажняющая такая напитывающая лицо влагой масочка. Хорошая, неплохая. Я ее использовала в момент, когда я принимаю ванну, нанесу маску и релаксирую. И вот такая маска, они шли у меня трио в наборе, я их брала. Три разных. Они по три штуки вообще в наборе. И, по-моему, даже вот эта линия уже как-то снимается, либо снимается, либо уходит с производства, потому что я их что-то даже на ebay найти не могу. Они есть три одинаковых в наборе, а есть вот такие вот, как ассортию. Я брала ассортию, у меня была морковь, вот эти водоросли и тыква. Но тыква из всех масок меня впечатлила больше всего. Во-первых, я, как всегда, не посмотрела на назначение этой маски, нанесла ее на кожу и чувствую, у меня кожа нагревается, прям нагревается, нагревается. Хотя на маске написано лифтинг. Хотя я бы сказала, что у нее термоэффекты, она такая разогревающая, распаривающая. Очень приятное ощущение на коже, особенно в такой вот момент холодов, осень, зима. Ну, классная маска вообще, прям ищу ее, хочу заказать ее еще. Мне очень ее действие понравилось. Я ее использовала, потом уже поняла, что у нее термоэффект. Я ее использовала как сначала разогревающую, а потом наносила, собственно, маску, которую я вам сейчас покажу, которую я заказывала с Китая. Это вот такая вот черная, желейная такая маска для удаления черных точек. Вот у меня еще одна, вот еще подобная. Значит, это все аналоги. Я уже такие маски вам показывала в китайских покупчиках. Вот. Маски классные. Я вставлю в конце видео, постараюсь вставить фотки, если найду. Я как-то себе фотографировала, прям ее снимаешь, когда намазываешь ее тонким-тонким слоем. И когда она засыхает, и ты ее снимаешь, и смотришь под углом, вот видны вот эти вот столбики, как вот очищается пора. Вот прям вот столбушки забитых пор. Вот. Классные. Конечно, не так красочные, как на сайте. Вот если вы посмотрите вот эту маску на ebay, то вы прям увидите, что там вообще прям такая. Прямо показаны такие, наверное, совсем забитые поры, запущенное лицо. Но у меня, кажется, лицо не запущено при всем при этом. Вот все равно вот эти вот стержни, они прям вот видны на поверхности маски. Поэтому маска классная. И у меня там еще в запаснике есть, но обязательно сейчас вот именно в пробниках, наверное, удобнее. Обязательно в пробниках закажу, потому что она такая гелевая. Я боюсь, тюбики, может засохнуть. Еще что у меня закончилось, это вот такой вот пробник от компании Misha. Сигна-Чер, это BB-крем. Поближе. Комплекшн. Боже мой, не буду коверкать, напишу под видео название этого BB-крема. У них еще из этой серии есть CC-крем, тоже очень хочу его попробовать. У CC-крем будет белый, а этот был такой с оттенком. Мне понравился очень этот крем. Как бы не сильно, конечно, я его распробовала, как хотелось бы, но, честно говоря, все-таки вы уже при первых ощущениях понимаете, хотите его или не хотите. Вот я его хочу, я ищу его уже на ebay, в пробничках, еще раз потестить, распробовать, и потом, возможно, закажу полную версию. Так, еще, значит, что у меня закончилось, это вот такой вот пробник от L'Oreal, он у меня давно лежит, я его просто покажу, для чего я его оставила. Значит, это вот, прошу обратить внимание, что это цвет светлый. Значит, это вот такой вот BB-крем, с которого, наверное, у меня и началось знакомство. И, в общем-то, вот смотрите, сначала, да, как бы, ну, BB-крем и BB-крем, для сравнения, там, вот, можно любой корейский. Начинаю размазывать. Вот вы посмотрите оттенок этого крема. Он кирпичный. Он кирпичный, при всем при этом вы его размажете, он, типа, как вам подстраивается, а потом выйдите на улицу, он у вас еще больше окислится. И станет вот таким вот коричневым. Ну, я не знаю, это прям вот совсем для мулаток, при всем при этом должен быть такой вот, какой-то желтый потонь кожи. Не знаю, меня поразило, по-моему, там есть более светлый такой оттенок. Но, при всем при этом, что этот цвет светлый, он, конечно, ну, я не знаю, где он светлый. Нет, не понравился мне этот продукт. Так, дальше, что хотела показать. Поразил вот такой вот сет от вот такой вот компании. Ханиял, что ли. Ну, в общем-то, не буду коверкать. Вот, смотрите, если кто хочет, я ссылочку оставлю, поищите в интернете. Значит, у меня был сет, и брала я его просто наобум, если честно. По-моему, то ли с Тестер Корей, то ли с Рози Рози Шот. Ну, как-то так. Значит, он представляет собой набор из двух средств. Это крем и это серум. Не знаю, он меня поразил. Просто поразил. Во-первых, своим запахом. Может быть, кому-то этот запах будет не очень приятен. Мне он нравится. Это сочетание парфюмированной какого-то, какой-то составляющей. И такое ощущение, что здесь перетертый хрен и имбирь. И плюс парфюм. Но при всем при этом запах мне лично приятный. Классный. Меня привлек и запах, и прикольные вообще ощущения на коже. Вот прям понравился этот сет. Я его держу. И обязательно, наверное, вот сейчас буду искать. Просто нигде не могу его найти вот именно в таком виде. Есть более большие сеты. Мне как бы не очень нужны вот эти вот огромные из пяти средств. Они мне не особо нужны, потому что у меня много еще средств, которые можно потестить. Но вот этот прям мне очень понравился. И вот хочу его еще раз. Оставила специально, чтобы не забыть про него. Классно. У него даже, по-моему, какой-то я прочитала антиэйдж эффект. Мне он очень понравился. И еще один сет, который покажу. Это вот такой вот брокколи. Это Skin Food. Брала я его на тестер Кореи. И он, по-моему, пишут, что он, наоборот, для молодой кожи. Но он мне тоже, несмотря на это, очень-очень понравился. У него тоже специфический запах. Наверное, я вот все-таки повернута на каких-то таких необычных запахах. У него специфический запах. Но мне он понравился. Мне показалось, что он как-то имеет такой вот эффект против воспалений, против какого-то раздражения. То есть он успокаивает, как-то вот заживляет какие-то вот... Там у меня были воспаления. То есть вот он мне понравился. Прям его я отметила. Вот держу, тоже нравится. Цена его, вот на тестер Кореи цена его вообще грошовая. Там что-то до доллара. Именно такого сета. Но на тестер Кореи выгодно, конечно, набирать, если вы наберете там много продуктов. Соответственно, потому что все зависит от веса. Много мелких продуктов, как говорюсь. Потому что все зависит от веса. Следующее, что у меня закончилось, это вот такой вот пробничек. Он мне пришел в подарок к какому-то посылке. Это Super Aqua Marine Steam Cell Control Emulsia. От компании Mesh. Классное вообще, классное средство. Несмотря на то, что эмульсия. Нет, про эмульсию они именно такие жидкие. Он более плотный. Такой, как жиденький крем. Белый. Плотный белый цвет. Сейчас вы, наверное, там не увидите, потому что я пыталась выбрать из него все, что только можно. Единственный недостаток вот именно такой маленькой упаковки, пробника, это то, что его, конечно, очень сложно, так как достаточно густая консистенция, его сложно очень вынуть из этой упаковки. Поэтому он у меня всегда находился вот в таком перевернутом виде, чтобы продукт стек, и я спокойно его выбила на пальчик. Но при всем при этом он очень экономичный. Мне его хватило, ну, на неделю точно. Вы представляете, вот 5 мл на неделю. Это ж вообще. И при нанесении на кожу он не остается белым, а он меняет цвет на прозрачный и разносится уже такой водичкой. Еще один продукт, который закончился, это вот такой бальзам от Невея. Также закончился, ну, обычный бальзам, он уход, он постоянно, я губки мажу постоянно. Мне нравится, когда губы мягкие. Еще закончился вот такой вот, значит, консилер под глаза и осветлитель, да, тона кожи под глаза от компании Миша. Но, девчонки, обратите внимание, у него желтый потон. То есть, для, наверное, для лета еще может быть, ну, вы видите, да, разницу. Но сейчас для зимы, для осени это совсем не тот цвет, если только вы не смугляночка. Ну, как бы вот. А, в общем-то, продукт неплохой, я его использовала полностью, даже вот там выковыривала, что-то там пыталась как-то достать. У меня еще один есть открытый, я еще потом прикупила, и сейчас у меня уже второй лежит. Я им пока не пользуюсь, я думаю, что он у меня теперь пролежит до лета. Так, дальше что вам покажу, что еще у меня закончилось. Это, значит, вот такой вот тоже в подарок мне пришел пробничек от Тони Молли, хендкрем, крем для рук. Мне вот такого пробничка хватило на два раза. Он плотный, он белого плотного цвета, он приятный такого запаха, как вот, знаете, какие-то такие экзотические фрукты, манго, что ли. Ну, вот приятный запах, приятный, крем хороший. Мне понравилось, как он питает, ручки прям такие мягкие-мягкие кожицы, классные. Также у меня закончилась вот такая вот база под макияж. Не закончилась, а вот пробнички я использовала. У меня еще много таких пробников. База под макияж от компании Холика Холика. Я уже о ней говорила, я ее использую в холодное время года. Она имеет такой розоватый цвет немножко, плотную такую структуру, достаточно не текучую, а именно такую кремообразную. И при нанесении она дает такое деликатное свечение с розовым потоном. Я даже ее использую на все лицо, мне нравится. И зимой, мне кажется, смотрится органично. Вот, хорошая база. Она у меня пролежала именно до осени и зимы. Вот сейчас я прям ей нашла применение. Похожий продукт от компании Миша. Это Signature Dramatic Bass Boomer. Тоже, он мне пришел вот этот пробник. Он у меня в единственном экземпляре. Я его попробовала. Он тоже, какого-то отторжения он у меня не вызвал. Даже где-то понравился. Тоже база, тоже такая же перламутровая. С таким очень деликатным свечением. Понравился. Отдельно, наверное, я себе продукт такой бы не купила. Вот у меня есть пробник Холька-Холька. Я захочу на все лицо. Захочу как-то вот в места, там, где нужно подсветить. Но, честно говоря, вот в полноценном продукте я не нуждаюсь. Так как кожа у меня, я уже говорила, она в Т-зоне жирная. Она у меня комбинированная с жирной в Т-зоне. Поэтому я не уверена, что этот продукт мне прям очень-очень-очень нужен. Еще у меня закончился пробник BB-крема Ориенталь Голд BB-крем Плюс. Это, значит, BB-крем. Вот, честно говоря, я ее первое время не оценила. И он у меня очень долгое время лежал. Но у меня как-то было много продуктов, которые можно было потестить. И были более любимые. Но вот сейчас, на холодное время суток и на зиму, я почему-то все чаще и чаще попробовала раз. Мне понравилось. Я начала чаще-чаще им пользоваться. Тоже, видимо, этот продукт, который нужно распробовать, либо вы покупаете его уже точно понимая, какой он, либо вы его просто дайте ему второй шанс. Девчонки, кому он не понравился, дайте ему второй шанс. Он достаточно плотный, как и многие крема, почти все крема Skin79. Он такой плотный, он имеет немного сероватый подтон. Но, мне кажется, вот на осень, на зиму, его плотность, его такая сдержанность в цвете, она очень-очень даже к месту. Поэтому, вы знаете, я как-то его для себя открыла. Еще, что у меня закончилось, и причем вот в очень больших количествах, я вам сейчас покажу, сколько я это уже использовала, и это я уже как-то вам презентовала и не раз говорила. Вот такой вот крем, The First Cell Revolution Eye Cream. Вот куча у меня пробников, куча. У меня заканчивается один, открывается второй. Пользуюсь им постоянно. Лежат у меня миниатюрки, причем полной линейки ухода. The First Cell Revolution тоже доберусь я до него. Сейчас с ретинолом пройду и начну этот уход. Люблю этот крем. Вот даже больше, не больше, не меньше, не сказать. Очень люблю. Он достаточно плотный, но при всем при этом очень хорошо разносится под кожей глаз. То есть вы понимаете, что кожу под глазами сильно травмировать не надо, поэтому этот крем просто замечательный в этом плане. Я его использую постоянно. Он у меня круглые сутки, условно говоря, под глазами. В ночь это в ночью питание, а днем это как база под консилеры. Так, еще из декоративки это вот такие вот пробнички. Мне их подарила подруга. У нас теперь мы обмениваемся пробниками, те, которые не хочется использовать ей, и она дарит мне. А я делюсь с нею пробничками. Я подсадила ее на корейскую косметику. Но, честно говоря, я даже рада этому, так как сама очень, ну, такие вот у меня восторженные отзывы о ней. Люблю очень корейцев их косметику, их уходовые средства. Просто класс. Значит, это вот такой сиси-крем от компании Natural Republic. Я давно хотела его попробовать. Значит, слышала я отзывы. Ой, у девчонки, не вспомню сейчас, как ее ник на ютубе. Вот, она очень много заказывает таких вот корейских продуктов. Вообще сидит много на ebay и все. Вот у нее посылки в основном. И, честно говоря, от нее я услышала об этом креме. Она говорит, мне понравился. Мне понравился тем, что он какой-то универсальный. С одной стороны он легкий, с другой стороны он вроде как и подстраивается. И хорошо очень на лице ощутим. Вот под всем могу подписаться. Мне очень понравился этот крем. Я уже заказала себе в пробниках несколько упаковок. И что могу про него единственное сказать. Вот у меня чуть-чуть начинает блестеть лицо с ним с течением времени. Но при всем при этом мне это не мешает. То есть я промакиваю матирующей салфеткой и спокойно хожу дальше. Но крем сам по себе мне нравится. Мне нравится он по нанесению. Он такой, знаете, на лице невесомый. Все-таки я пытаюсь добиться, чтобы, несмотря на то, что на лице у меня будет BB или CC-крем, чтобы ощущение от меня, когда я сама себя разглядываю, чтобы ощущение было, что у меня на лице как можно меньше продуктов. То есть ближе к натуральному. И вот мне кажется, что вот этот CC-крем, он дает мне такое ощущение. Вот правда. И сразу покажу второй продукт. Она мне дала два пробничка. Ей так прислали. Это BB-крем. Это просто Атас. Я вот сейчас заказала. У меня идет посылочка. Очень маленькая посылочка на 19 долларов с доставкой. Но я посчитала, это действительно дешевле в пробничках заказывать. И я и так, и так смотрела для себя. Я выбрала такой вариант. С Рози Рози Шоп. 18 с чем-то долларов у меня стоит. Ну, короче, на 900 рублей я купила. 5 упаковок вот таких BB-кремов по 10 штук. То есть это 50 мл полноценных. И, по-моему, то ли 20 штучек таких, то ли 10 штучек пробников. Не буду врать, не помню. Но, в общем-то, это дешевле, чем через ЭБ или через нас. У нас вообще не найдешь этих кремов. Вот этот BB-крем мне понравился очень-очень-очень-очень-очень. У него все те же функции, что у CC-крема, только он не блестит. У него финиш пудровый, матовый. И он не блестит в носке. Я, конечно, не пробовала его носить 24 часа в сутки. Или даже 12 часов в сутки. Ну, нет, 12-то, наверное, пробовала. Но вот он меня поразил больше тем, что у него матовый финиш. И он, даже если он и блестит, что я вспомнить вот так не могу. Обычно, если у тебя блин образуется на лице, ты сразу это понимаешь. Он еще и вот ко всем хорошим качествам невесомости на лице, приятным разнесениям по лицу я наношу его спонжем. Он еще и дает такой матовый эффект. Вообще ощущение, что прям кожица как персик. Классно идут ко мне вот эти вот уже. И последнее, что я вам покажу, это вот такая вот масочка. Она мне тоже была подарена подружкой. Ей тоже пришло это, то ли она заказывала, то ли в подарки пришло. Значит, это вот так, это компания Висаем. Или как-то, ну, в общем-то, вот вы видите, да, название компании вот внизу. Это кислородная маска. Значит, представляет она собой такую слегка сероватую консистенцию. Я, наверное, сейчас не выдавлю, потому что она настолько мне понравилась, что я ее всю просто выдавила. Вот из нее все, что только можно. Значит, это сероватая, такая достаточно плотная, такая какая текучая консистенция. Вы наносите ее на пальчик и тут же разносите по лицу. И когда вы ее разнесли по лицу, буквально через 2-3 секунды она начинает вспениваться, как пена для бритья. Только все это происходит, переходит из серого оттенка, нежного, размытого серого, в белый такой прям пену, вот пена для бритья. Ощущение, что вы прям мужскую пену для бритья намазали все лицо. При этом у вас лицо начинает так немножечко, она же пузырится на лице и такой, как пощипывает, не пощипывает, а покалывает. И возникает, первое время у меня прям возникало желание даже какие-то вот места почесать, потому что вот, ну, прям напрашивается. И написано, что как бы 10 секунд она вот так вспенивается, и через 10 секунд вы ее массируете и смываете. Но я ее держала больше. Мне почему-то она нравится, ощущение, вот мне нравится это ощущение, я привыкла к нему, мне нравится вот это вот то, что у меня как пузырьки на коже. Я ее держала, наверное, ну, то, что минут 5-7, это точно. Пока она уже, эта пена не начинает немножко растворяться, и уже так вот терять свою упругость. И тогда вы ее, ну, как бы я массирую и смываю. Когда я смыла, у меня первый раз ощущение было просто, я обалдела. Потому что я посмотрела на лицо, такое ощущение, что меня кожу растянули, просто натянули, надули. У меня даже морщинка, вот, у меня есть морщинка на лбу одна, у меня ее натянуло так, что у меня лоб как будто вот целлофаном накрыт сверху. Вот как бывает, знаете, вот если вы возьмете и просто кожу на руке, или как, накройте пленкой пищевой. Вот ощущение, вот как будто у меня лоб был в пленке пищевой, натянут, ровный, и прям вот вся кожа натянута, растянута. Потом, конечно, это ощущение уходит, когда вы наносите следующий уход, там какие-то уходы, вы нужно обязательно, потому что кожа растянута, она требует питания. Но первое ощущение, я просто обалдела, что так вот, это первое средство, которое так подтягивает, натягивает мне кожу. И мне это нравится, мне это не смущает, мне не стягивает так, что мне хочется прям сразу, прям килограмм какого-то средства, крема на него наложить. То есть, ощущение приятное, при всем при этом кожа растянута. Ну, конечно, потрясающе. Вот мне хватило вот этого провничка на два раза, я растянула. Если бы было побольше, растянула больше. Но на самом деле, вот цена его как бы кусается, если честно, за тысячу, по-моему, и даже больше. Вот. Это все, что я хотела вам показать. Впереди у меня еще идут посылки с новыми средствами, и какие-то средства уже подходят к концу, поэтому я надеюсь, что вот эти вот видео, они будут у меня регулярными. Я буду вам показывать что-то новое, давать свои отзывы, давать какие-то комментарии по этому поводу. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Рада вас была видеть на своем канале. Ну, и до встречи в моих новых видео. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова